здравствуйте здравствуйте мои хорошие мы с вами сегодня встретились для того чтобы поговорить о поглаживаниях о том чтобы разобраться каким образом мы можем с помощью психологических поглаживаний получать удовольствие от жизни как мы можем восстанавливать собственную энергию ну и я для начала представлюсь меня зовут елена макарова я вас всех очень рада видеть и немножко хотела сказать о структуре нашего нашей встречи сначала мы поговорим о том чему вообще-то наши родители должны были бы нас научить и чему они может быть не смогли научить потому что сами не умели а может быть не считали это важным к обучению так вот что мы сегодня с вами будем обсуждать что же такое психологическое поглаживание у нас у всех помимо физического голода связано с удовлетворением пищевой потребности существует еще три вида психологического голода и вот кстати огромное количество моих клиентов столкнулись в период самоизоляции с тем что они здравствуйте всех рада видеть вас столкнулись тем что пока они были на самоизоляции очень серьезный психологический голод возник который называется голод по структуре это собственно говоря то что мы умеем делать с маленького возраста и к чему нас призывали родители и за что нас хвалили и что поддерживалось это умение планировать умение заниматься какими-то важными делами структурировав их так вот голод по структуре это когда мы не знаем что когда начнется что когда откроется когда мы можем что-то завершить все что с чем мы сталкиваемся в этой жизни со скольки до скольки работает магазин когда начнется совещание когда начнется прямой эфир сколько он продлится как долго мы будем ожидать допустим очереди в поликлинике вот эти все вещи структурируют наше время структурируют нашу жизнь и оказавшись дома период самоизоляции каждый из вас столкнулся с тем что он не может планировать очень многие вещи сейчас огромное количество обеспокоенных родителей и даже собственно говоря подростков прямо заполонили мой кабинет с одной единственной проблемой когда будет егэ даже сегодня когда объявили что егэ переносится но не сказали когда вот сегодня я уже получила два звонка от обеспокоенных мам которые говорят что ребенок не выдерживает что ребенок волнуется что он не понимает многие уже хотят отказаться от сдачи егэ совершенно и убежать в какое-нибудь среднее учебное заведение только чтобы не подвергаться вот этой вот неопределенности так вот я немножко отвлеклась начала я говорить о том что у нас существует три голода вот первый год по структуре чтобы наша жизнь была структурирована чтобы мы могли чувствовать себя уверенно и понимать какой следующий день наступит и как мы будем в нем существовать второй голод это голод по стимулам это все что касается вашего тела новые картинка перед глазами новый вкус на языке какие-то звуки самое главное прикосновение это очень серьезный психологический голод голод по стимулам потому что недавно совсем я прочитала информацию о том что если люди возрастные не дополучают в достаточном количестве как раз стимулов в том числе и в виде физических поглаживания прикосновения объятий они либо начинают получать это неявным путем например регулярные походы поликлинику с просьбой померите мне пожалуйста давление а послушайте меня а вот тут вот у меня что-то тут вскочило всем нам нужно чтобы нас касались чтобы нас обнимали трогали ну и так далее так вот исследование врачей последнее время абсолютную связь показала между количеством стимулов и болезнью альцгеймера и синильным слабоумием то есть деменции возрастной поэтому есть такой чудесный эксперимент когда соединяют дома престарелых с детскими домами дети получают достаточное количество что поглаживание тепла заботы а взрослые люди пожилые получают достаточное количество стимулов очень хороший опыт очень хорошие результаты и вот когда мы говорим о поглаживаниях с вами то и такие поглаживания тоже имеют место но в основном удовлетворяется тот голод который я назову сейчас это голод по признание каждому человеку в мире необходимо знать что он ценность что его другие люди замечают учитывают и тогда они ощущают себя живыми тогда в их жизни случается и развитие и счастье что же так как же удовлетворяется голод по признанию его можно удовлетворять двумя разными способами можно хвалить человека а можно его ругать и в том и другом случае человек понимает что его заметили что он виден что им интересуется конечно приятнее получать позитивные отклики на свои действия вообще на свою личность но если нет возможности получить такое вот позитивное внимание то сгодится любое только чтобы замечать я много лет работала в школе и очень часто было видно что ребенок который по какой-либо причине не может получить позитивное внимание по хвалу своим поступком своим работам каким-то учебным он будет получать внимание со знаком минус и так голод по признанию он собственно говоря непосредственным образом связан с психологическими поглаживания психологические поглаживания это единица внимания социального приветствую те кто присоединился я вам рада а вот сейчас я хотела чтобы вы сделали один маленький эксперимент провели его буквально в течение 30 секунд вам нужно закрыть глаза и вспомнить самую приятную похвалу ваш адрес чем более ранним будет это воспоминание тем лучше вспомните пожалуйста за что вас хорошо хорошо крепко крепко всегда всегда хвалили когда вы были маленькими за что вас благодарили чем восхищались вот 30 секунд на то чтобы вспомнить готовы если готовы провести такой эксперимент поставьте пожалуйста плюсики чтобы я видела что мы с вами на одной волне итак кто только что присоединился я говорю что меня зовут елена макарова и мы с вами сегодня говорим о психологических поглаживания 30 секунд на то чтобы вспомнить самую приятную похвалу чем раньше вы чем более ранние воспоминания вы поднимете сейчас своей памяти тем лучше итак я надеюсь что вы сделали и у вас получилось очень и очень аккуратны и мы совершив что-то такое вот что подходило под это определение бежали к маме или бабушке или к папе в зависимости от того кто нас лучше всего хвалил говорили мамочка смотри я вот это вот сделано какая-то неаккуратная девочка а кого-то очень хвалили за то что меня например за то что я умничка такая умничка и для меня было это невероятно важно быть умной быть умной много знать говорить красиво у меня есть подруга у нее совершенно какой-то потрясающий вкус она умеет сочетать несочетаемое так что смотришь на нее и кажется что она только что с подиума сошла потому что ее всегда хвалили за эту способность так вот мои хорошие когда мы с вами получаем позитивное поглаживание по хвалу за то что мы делаем хорошо и правильно нам хочется во первых это продолжать а во вторых мы наращиваем мощности именно в этом месте мы с вами стараемся развить ту сторону нашей личности которую одобряет наши родственники это все происходит в детстве но самое интересное это сохраняется во взрослом возрасте у меня есть клиентка которая которую в детстве хвалили за то что она очень хитренькая она умудрялась сухой выйти из воды в любых ситуациях она никогда не была ни в чем виновата всегда были виноваты кто-то другие и она умудрялась это так подать что ну реально ни разу нигде на нее даже плохо не подумали и ее мама буквально аплодировала ей стоя за то что дочка так умеет сейчас эта дочка у меня на консультациях регулярно по одной простой причине другие другие люди которые не являются ее мамой осуждают эту ее способность выйти сухой из воды не принять на себя никакой ответственности она столкнулась с тем что в обществе такая способность не одобряется и ей приходится сейчас как-то ее трансформировать во что-то более-менее такое что не нарушит ее представление о себе как о хорошем человеке и в то же время позволит взаимодействовать с другими людьми на более открытом честном уровне так скажем и так что же является самым важным психологических поглаживаниях психологические поглаживания это вам не комплименты потому что психологические поглаживания комплименты тоже могут быть психологическим поглаживанием но очень многие просто путают эти два понятия психологическое поглаживание это любая единица Внимание. Вы идете по улице, встречаете свою знакомую. Вы начинаете издалека ей улыбаться, возможно, машете рукой, вот как сейчас присоединяюсь, вы машете мне руками, посылаете сердечки, спасибо вам, мне невероятно приятно. Вот это и есть единица социального внимания, которая позволяет нам чувствовать себя хорошо. Ну или, допустим, вспомните собаку. Вот те, у кого есть собаки. Собаки-виртуозы по способности подарить вот то самое поглаживание психологическое. Причем они делают это просто всегда. Они вам всегда рады. Они вас всегда готовы облезать, взгромоздиться вам на ручки или поставить лапу на плечи. И это вот какое-то сумасшествие, когда вы заходите домой, вот это вот начинается вокруг вас, ваш четверонодокий друг. Почему очень многие люди, особенно те, которые не доглажены в детстве, те, которые не могут даже насытиться вот этим поглаживанием, они часто заводят собак. И прекрасно себя чувствуют, потому что их есть кому любить. Мы очень часто связываем психологические поглаживания именно с любовью. Так вот, давайте с вами подумаем о том, как же взаимодействовать с этими поглаживаниями. Итак, мы, вот хорошие родители, по идее, должны научить нас принимать поглаживание, давать другим людям, просить о них. А, кстати, давать не только другим людям, но и себе. И еще очень важный момент. Не брать негативные поглаживания, которые, собственно говоря, называются пинками. Вот вас отругали, вы получили пинок. Причем, если отругали несправедливо ни за что, это точно пинок, это точно негативное психологическое воздействие. Вот давайте так и остановимся на этой терминологии. Когда вас похвалили, это поглаживание, когда вас отругали, особенно несправедливо, это пинок. А теперь давайте будем с вами вспоминать, как мы часто ведем себя, если нас похвалили. Ну, допустим, вам говорят, слушай, ты сегодня, вот абсолютно элементарный пример, ты сегодня потрясающе выглядишь. Ой, да ладно, у меня даже голова не очень свежая. Это говорит о том, что мы не взяли это психологическое поглаживание. Не взяли. А это значит, что мы остались без него. И это значит, что то, что нас могло приподнять в нашем настроении, в нашем мироощущении, в нашем чувстве собственной значимости, мы просто отказались от этого. Почему? А потому что нам не сказали одного маленького секрета в детстве. Когда тебя хвалят, получи удовольствие, можно, ты заслужила. Вы понимаете, когда мы говорим о безусловной любви родителей к детям, ну, предполагается, что, ну, хотя бы один из родителей любит своего ребенка просто за то, что он существует. Ходит, кушает, дышит, песни поет, плещется в ванной. Вот этого достаточно. Просто ты есть, и это большое счастье. А вот остальные люди, ну, Бог еще, говорят, Бог может, безусловно, принимать нас. Остальные люди нас ценят, уважают, любят всегда за что-то. И вот здесь вот начинаются чудеса. Когда мы считаем, что мы сделали что-то очень-очень хорошее для нашего близкого человека. И мы ожидаем от наших действий, чтобы нас погладили, чтобы нам сказали, какие... Ну, сказать, какая ты молодец, какая ты умница, ты просто чудо-барышня. А человек нам не дает это поглаживание. И у нас возникает тот самый дефицит, когда мы... Ну, как же так? Ну, я же заслужила. Ну, скажи ты мне, что я молодец. И тут мы плавненько переходим к тому, как люди не дают. Как мы не берем, понятно, да, еще раз, коротко. Мы не берем поглаживание, когда отказываемся от добрых слов в наш адрес. Когда мы сами их обесцениваем. Когда мы говорим, ой, да ладно, это ерунда, это ничего не стоит. Когда мы не верим тому, что говорят о нас люди, которые к нам хорошо относятся. Конечно, у многих из нас есть такая вот параноидная часть, которая говорит, а-а-а, что-то хочет от меня, не зря же так хвалит. Наверное, что-то нужно. Есть в нашем окружении, у каждой из вас есть люди, которые любят вас. И не обязательно в этот момент, когда они вами восхищаются или вам благодарны, им что-то от вас нужно. Они просто вам рады. Кстати, вот когда вы сталкиваетесь с поглаживаниями, которые ни за что, которые просто так, а выглядят они очень просто. Я рада тебя видеть, я тебя люблю. Слушай, научи меня. Или, допустим, когда вам просто искренне улыбаются, когда вам рады. Ну, как раз та собака, которая хвостом машет. И вот в этот момент мы испытываем самое настоящее счастье, когда одно наше существование приносит радость. Больше того, когда нам с вами об этом говорят. Ну, а теперь то, что касается «не давать». Угу. А что это я буду хвалить? А что это он так? Вы знаете, я даже сама за собой замечаю, что я иногда как будто экономлю вот это поглаживание, как будто если я его отдам, то мне не останется, или не останется важным для меня людям. Вот если у вас похожая ситуация хоть раз была, вы сейчас себя узнаете. Ну, допустим, Моя коллега очень хорошо выглядит. Она великолепно выглядит. Я это заметила. Но в суматохе не сказала. Потом думаю, а что это я не сказала? Одна фраза... То есть я ей успела сказать о последних новостях. Я ей успела сказать о том, в каком режиме я работаю. Мы с ней обменялись какими-то клиентскими проблемами. Но я ей не сказала, что она великолепно выглядит. Ну, как так? Ну, почему так? Почему на это не хватило времени? Почему на все остальное хватило? Мы все время от времени так делаем. И очень часто мы так делаем в отношении своих детей. Ребенок помыл посуду, это нормально. Ребенок не помыл посуду, а вот здесь вот нужно подровнять, построить, чтобы неповадно было. А вот если заметить, что он помыл посуду, если сказать спасибо, ну, может быть, еще раз помыл. Вот, чтобы похвалили. Нам всем нравится, когда нас хвалят. Так вот. Еще мы, бывает, не даем поглаживание просто потому, что нас не научили, что это нормально. Хвалить людей – это нормально. Хвалить за что-то и хвалить просто так. Вы никогда не испортите человека, которому говорите добрые слова. Никогда. Особенно это касается детей и стариков. Им это вообще жизненно необходимо. Им больше негде взять. Что еще важное вы должны знать о поглаживании? Ну, например, что каждый из вас может дать поглаживание самому себе. И это еще один очень сложный момент для нашей культуры. «Я последняя буква в алфавите», «Нечего хвастаться», «Будь скромнее», «Будь проще, люди к тебе потянутся». Это вот все то, что нам предлагалось в детстве усвоить. И мы усвоили. А почему я не могу похвастаться своими достижениями? А почему я не могу сказать про себя, что я молодец, умница и красавица? Считается, что для нормального функционирования организма, даже на физиологическом уровне, для профилактики психосоматических разных заболеваний, достаточно семи самопоглаживаний в день. Ну, допустим, вы сделали совершенно обычную свою работу тогда, когда вам было лень, ну, или вы в достаточной степени устали, но все равно пошли и, не знаю, там, побегали. И вы себе «Ах, какая я молодец!» А если вы еще и будете называть себя по имени, причем таким вариантом имени, который вам нравится, то у вас произойдет внутренний такой диалог, как будто ваш внутренний родитель вас похвалил. Таким образом мы выращиваем не только своего внутреннего родителя, способного нас защитить, но он еще и компенсирует те пинки, которые мы получаем в течение дня. Ну, или, допустим, вы поставили на стол мужу какую-то еду, он ее молча съел, ничто не сказал спасибо, ну, бывает такое у них время от времени, ну, не сказал спасибо, поел и поел, может, вообще даже не сообразил, что он ел, потому что был в своих мыслях. Вы можете сделать так. И обидеться, и не разговаривать, и он вообще даже не догадается, почему. А можно просто сказать. И тут мы с вами приближаемся еще к одному моменту, который я считаю очень важным. Это просить о поглаживаниях. Ой, боже мой, просить о поглаживаниях – это невозможно, это так стыдно. Ну, как можно подойти к человеку и сказать, похвали меня. Ну, боже, да он даже если похвалит, мне вот так не надо. Мне нужно, чтобы он похвалил просто так, сам захотел и похвалил. А если его не научили? А если ему в голову не приходит, что в данный момент вам нужна такая похвала, такая поддержка? Ну, как быть-то? И вот тогда нужно подойти и сказать. Прямо вот такими простыми словами. Похвали меня, пожалуйста. Очень часто это ставит в тупик мужчин. Детей, кстати, нет. Вот если вы подойдете к своему ребенку и скажете, похвали меня, скорее всего, вы услышите, мамочка, ты самая лучшая в мире, мамочка, я тебя люблю. Все это чудесно. И от детей мы, кстати, это совершенно спокойно принимаем. А если мы подходим к своему мужчине и говорим, ты знаешь, мне сейчас нужно, чтобы ты мне сказал какие-нибудь теплые слова. И если у него реакция такая, что я не понял, что я тебе должен сказать. И вот здесь вот, если вы скажете, ну что-нибудь мне скажи, сейчас хочу поделиться своей собственной историей, как я своему второму мужу, пока он еще не был мужем, я его попросила. Мама, скажи мне, пожалуйста, про то, что я красивая. Он на меня посмотрел и сказал, у тебя ресницы такие. Я говорю, какие? Он говорит, прикольные. Мама, ну что это? Ну что это такое? Я вообще не этого хотела. Так вот, я точно так же, как и вы, предпочла бы, чтобы наши мужчины говорили нам сами то, что мы хотим слышать. Но для них это высший пилотаж, и это нужно быть настолько настроенным на свою женщину, что, во-первых, знать, что сказать и когда сказать. Это редкость. Зато мы можем попросить. Попросить и получить. Многие мои клиентки говорят, не, ну если я попрошу, он повторит, то это вообще не прикольно. А это значит, что мы попросить попросили, а взять не смогли. Ну, например, вы подкрадываетесь к своему любимому мужчине под бочок и говорите. Скажи мне что-нибудь такое, от чего мне будет приятно. Он говорит, ну, я даже не знаю, что тебе скажут. Ну, скажи мне, например, что я нежная, что я ласковая, что ты без меня жить не хотел бы никогда в жизни, я со мной бы хотел всю жизнь прожить. Мужчины могут повторить ровно так, как вы сказали. Ты красивая, ты ласковая, я хочу прожить с тобой всю жизнь. Вы можете сказать, не, ну, хоть бы, ну, что такое. И вот как только вы почувствовали неудовлетворённость от сказанного, вот тут нужно очень чётко разбираться. Либо он сказал, ну, натвори. Либо вы не можете взять. Поэтому учитесь сами и учите своих детей просить о поглаживании, когда вам нужно. Потому что тогда и только тогда вы сможете удовлетворять свою потребность в том, чтобы вас замечали, чтобы вас видели. Потому что, к сожалению, в нашей культуре не принято перехваливать, не принято давать обратную связь со знаком плюс, со знаком минус легко, в любом количестве, сколько угодно. Я сегодня была на рынке, хотела купить рыбу, жирную рыбу, камбалу, там, не знаю, палтуса, что-нибудь такое. И вот я прошла по рыбным рядам и, ну, камбалу сначала искала, и не смогла её найти. И я у одной из продавщиц спрашиваю, говорю, слушайте, а камбала нет? И они говорят, ну, вы вообще обалдели. Какая вам камбала? Уже кончился сезон камбала. Я говорю, слушайте, ну, почему столько экспрессий в мой адрес? Вы должны знать. И я понимаю, что, во-первых, не надо со мной так разговаривать. Во-вторых, какое твое дело, что я знаю, что я не знаю. В-третьих, я вообще не просила комментариев в свой адрес. И ровно в этот момент я поняла, что я взяла тот пинок, которым она меня наградила. А вот теперь представьте, как их можно не брать. Вот у меня тут чехол от наушников. Пустой. Потому что наушники в ушах. И я, допустим, вам говорю, возьми пустой чехол от моих наушников, ну, а пусть он у тебя будет. Есть люди, которые скажут, ну, если дают, то нужно брать. Некоторые подумают, ну, если она дает, то, наверное, для нее важно, чтобы я взяла и возьму. Некоторые возьмут на автомате. А те, которые успеют подумать, прежде чем взять, подумать о себе, не обо мне, не о каких-то там правилах, если дают, то бери, да, а о себе. А с чем он мне нужен? Будет потом валяться, что я с ним буду делать. И в таком случае человек скажет, нет, спасибо, не надо. Ровно так же можно не брать негативные поглаживания, пинки. Вам предлагают, особенно те пинки, которые касаются вашей личности. Ты лентяйка, ты разбильдяйка, ты, не знаю, там, опаздывая, ты неорганизованная. Как только говорят про вас, вот это точно брать не нужно. Вот просто, нет, спасибо, не интересуюсь. А что можно брать и что нужно брать, причем безболезненно для себя? Это конструктивную критику. Конструктивная критика отличается от неконструктивной. Это, ну, самый главный такой маркер, когда говорят о том, что вы сделали неправильно. Ну, например, тоже, все, естественно, клиентские примеры или мои примеры. Вчера у меня девочка-подросток, одиннадцатиклассница, рассказывала о том, как она открывала банку с какими-то соленьями. Ну и как-то неудачно ее открыло, что часть рассола выплеснулась на столешницу, на пол. И она услышала от своей мамы, ну, что ты такая косорукая. Ей было очень обидно, потому что она и так расстроилась, что она неуклюжая. Еще она же метнулась быстренько, убирай, все. Но все равно она оказалась косоругой. Вот эту характеристику можно не брать. Как можно было сказать по-другому, чтобы это превратилось в конструктивную критику? Например, дочь, ну, если вот так туго закручена крышка, и ты не можешь открыть ее, попроси помощи. Или, допустим, ну, раз уж ты все разлила, все расплескала, ну, придется теперь убирать. И мама может даже сказать, о, заодно помоешь всю кухню. Ну, к примеру, как только мы слышим отзыв не о наших поступках, не о том, что мы делаем, а отзыв о нас как о личности, все, не берем, не берем, просто под запретом, мне это не надо. Потому что, нахватавшись вот этих вот пинков, нахватавшись характеристик нашей личности в негатив, нам, чтобы восстановиться потом, нужно на один пинок, внимание, 7 поглаживания со знаком плюс. Один раз укусили, 7 раз лизнули. Ну, и скажите, пожалуйста, если вы хватанули негативчика от других людей, вы каким образом будете восстанавливать справедливость, вот свою внутреннюю справедливость? Больше того, если человек привык принимать на свой счет любое негативное поглаживание, любой пинок достигает цели, он со временем привыкает к тому, что с ним так можно. И тогда рушится все остальное. Тогда получается, что мы сами себя не будем хвалить, потому что не за что другие живут, чего о нас думают. Хвастаться мы уж точно не будем. Верить тому, что мы хорошие, если, не дай Бог, нас кто-то похвалит, мы не сможем. Ну, и других людей хвалить тоже не сильно-то захочется. Чего это они нас пинают, а мы их хвалить будем. А зачем? Там, возможно, разные комбинации. Но я вам хочу сейчас привести пример, как можно научить детей этим четырем очень важным вещам. Первое. Принимать похвалу. Как мы учим детей, не только, кстати, внешних наших детей, но и своего внутреннего ребенка. Как можно принимать похвалу? Когда вы говорите человеку, ну, ребенку вашему, допустим, вот ты классно это сделал, особенно если ребеночек подрощенный, и он уже научился не брать, и он говорит, да ну, ничего-то особенного, там, две минуты у меня на все на это потратил. Вы говорите, ты можешь думать о себе все, что угодно, но я-то вижу, как классно ты это сделал. Или какой ты классный, какая ты чудесная. Мы говорим дочке. Доченька, какой у тебя сегодня классный макияж. Дочка говорит, да, мне кажется, что бледновато, я бы вот тут вот добавила, брови бы еще посильнее нарисовала. Любая мама на это говорит, ну, нет, зачем еще брови, не, 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 вот так хорошо, и нам кажется, что мы похвалили. А в этот момент нужно сказать без пинков. Доченька, вот так, как есть, мне очень нравится. Ты можешь, конечно, со мной не согласиться, но вот этот твой образ, этот твой локт, это вот то, что нужно, на мой взгляд. Дальше. Когда ваш ребенок чего-то достиг, что-то сделал, или просто очень доволен с собой в связи с чем-то, разрешите ему хвастаться. Научите его хвастаться. А давай позвоним бабушке, и ты расскажешь, что тебя пригласили там, допустим, на какую-нибудь конференцию. А давай мы с тобой сейчас, папе, покажем твой рисунок новый. А давай мы вот этой твоей идеей поделимся с нашими друзьями. Научите его ценить свои достижения. Научите хвастаться. Это то, чего не умеют люди. А знаете, в чем самая большая проблема? Нам кажется, что если ребенок начнет хвастаться, то есть говорить о себе хорошо и говорить о своих достижениях с гордостью, то он будет одновременно принижать других. Вот если он не делает это словесно, если он, нахваливая себя, не добавляет, а ты лох, б-б-б-б, вот так вот, не делает. Или там, не то, что у тебя. Вот если этого нет, хвастаешься. Стоп идет только, если человек при этом опускает окружающих. Что еще нужно знать? Как просить о поглаживаниях? Если это речь идет о ваших детях, которых вы родили, то просто элементарное внимание, когда ваш ребенок идет к вам обниматься. есть очень хорошее правило. Простое-простое. Это касается маленьких детей и подростков в районе 12 лет. Вот к вам подходит ребенок, обнимает вас. Вы не знаете, сколько ему нужно времени пробыть с вами в тактильном контакте. Не отпихивайте. Если он вас обнимает, обнимайте его в ответ. А вот если вы еще не наобнимались, а ваш ребенок уже выкручивается от вас, отпустите. Он напитался. И вот когда вы будете внимательны к таким вещам, или когда ваш ребенок приходит за конкретной похвалой. Мам, смотри, я классно сделал? Да, супер, классно. То есть он попросил об этом поглаживании. Дайте ему. Потому что кто, если не мама? Окружающие люди, когда он будет просить о похвале, будучи уже взрослым человеком, кто-то даст, кто-то не даст. В основном не дадут. Но он точно будет знать, что если он будет просить о поглаживании, о похвале, то он ее получит. Не у одного, а у третьего, пятого, десятого. И это поможет ему сохранить внутренний покой и гармонию. Дальше. То, что касается не брать негативные поглаживания. Дело в том, что это самая сложная область по двум причинам. Ну, на мой взгляд, их может быть больше. Первая причина. Потому что первые 12 лет у ребенка нет собственной самооценки, и он верит тому, о том, что говорят ему взрослые. Очень сильно верят. А взрослые разные. А у всех у нас есть родственники, которые скупы на похвалу, зато очень щедры на критику. Вообще, вы знаете, я много раз замечала, вот если ребенок что-то сделал не так, то мама с выражением, с тафосом, очень экспрессивно, она его ругает, она захватывает глаза, тя, а когда ребенок сделал что-то хорошо, мама говорит, ну да, молодец, хорошо, да, да, да. Давайте с вами договориться. Если вы очень эмоционально ругаете, то уравновесьте такой же эмоциональной похвалой. А если вы скупо хвалите, то и ругаете только. Тоже скупо. Ну, допустим, если ребенок, когда он, не знаю, там, сделал все идеально, вы говорите, ну да, молодец, отлично, мне нравится, то и ругаете его приблизительно так же. Нет, мне не нравится то, что ты сделал, это вообще безобразие. Пусть это будет уравновешено. Тогда ваш ребенок научится потихонечку не брать то, что ему не годится. мы иногда срываемся. Наши дети иногда срываются, наши мужья срываются, наши мамы. Мы все люди и у нас есть эмоции. А когда идет серьезная эмоция, особенно отрицательная, негативная эмоция, гнев, страх, идет эмоциональная волна такой силы, что наш здравый смысл сидит и ждет, когда она там пройдет, эта волна. Невозможно объяснить человеку, почему не надо бояться, если страшно. У него нет в этот момент здравого смысла, у него есть эмоции. Почему нельзя говорить человеку, который в гневе, успокойся, только зазлите еще больше. Это все вещи абсолютно элементарные, вы все это знаете, вы все это пробовали много раз. Поэтому когда вы хвалите или ругаете, еще раз, все это приводим в равновесие. Первая причина, еще раз, первая причина того, что очень трудно не брать пинки, не брать негативное поглаживание, заключается в том, что ребенок очень долго верил взрослым до 12 лет, их мнение во себе практически безоговорочно. А если он вдруг приходил домой и говорил, что мама, учительница несправедливо ко мне отнеслась, она меня неправильно наругала, или она, допустим, была агрессивна по отношению ко мне, что мы первые учить делаем? Это хорошая мама. «Сыночек, ну может быть, ты что-то сделал не так, что-то спровоцировал каким-то доченька, может быть, это не только ее вина, может быть, ты тоже здесь что-то сделала?» Этим мы подкрепляем и так, в общем-то, существующую уверенность ребенка в том, что взрослые лучше знают о том, какой он. вторая причина, по которой очень сложно отказаться и не брать негативные поглаживания, пилки те самые. Заключается в том, что любое, так скажем, любой отрицательный опыт, связанный с такими же отрицательными негативными эмоциями, он острее ощущается и надольше остается, нежели что-то приятное и тепленькое. Хотя именно приятное и тепленькое позволяет нам восстановить душевное равновесие и оберегает нас от психосоматики. Ну, так скажем, не в 100% случаев, но очень в большой части. Еще есть люди, об этом говорят практически все психологи и очень много на нашем канале и про газлайтинг, и про абьюз, и про нарциссов, и про психопатов. В общем, короче, есть определенное количество людей, которые никогда, вот сейчас услышьте меня, пожалуйста, никогда не будут хвалить вас больше, чем ругать. для них ругать, пинать, унижать, это единственная возможная форма существования. И вот с такими людьми проси их о поглаживании, хвастайся в их присутствии, все что угодно делай, результата не будет. Поэтому, если вас угораздило, а это никто не застрахован, и больше того, я знаю психологов, которые попадают в отношения с абьюзерами, с газлайдерами, никто не застрахован, к сожалению. Но если вы вдруг обнаружили, что вы при общении с каким-то человеком регулярно испытываете огромное количество негатива, сокращайте до минимума общения с ним. Потому что все то, о чем мы сегодня с вами говорили, применимо к обычным, нормальным людям. к людям, у которых проблемы с лимбической системой, то есть с той системой мозга, которая отвечает за эмоции, за способность к эмпатии, бесполезны. Поэтому здесь очень-очень осторожненько. Я понимаю, что многие из вас сталкиваются с такой ситуацией, когда, допустим, твой начальник, или, не дай бог, мама, папа, родственник, свекровь. Еще раз, по минимуму. Вот общение по минимуму, и оно должно быть очень дистанционное. Вот точно так же, как мы сейчас с вами общаемся на дистанции. Если я буду говорить то, что-то такое, что вам не понравится, что вас заденет, вы просто выйдете из прямого эфира и будете правы. Точно так же можно делать и в жизни оффлайн. Если вам невыносимо рядом с таким человеком, вы просто прерывайте контакт. В отличие от обычных нормальных людей, с которыми даже находясь в какой-то конфронтации, нужно оставаться в контакте. Знаете, как молоденькие девушки, которые только-только начинают отношения или только-только выходят замуж. Любая ссора с мужем, любое недопонимание, любая недосказанность или просто когда сделал мужчина, парень, муж, что-то не то, быстренько собирают вещи и к мамочке. Это прерывание контакта. И потом его восстановить с того же места, на котором вы его разорвали, нельзя. Начинается путь сначала. Когда-то давно я сидела на диете и там было такое правило. Если ты... Диета была рассчитана на три недели всего-навсего. Но если ты нарушал диету хотя бы один день, эти три недели начинались заново. Точно так же в отношениях. Если вы разорвали контакт с нормальным человеком, с любимым человеком, в тот момент, когда надо было бы остаться, может быть, просто перестать разговаривать, но не перестать... Что значит оставаться в контакте? Это значит не убегать. Это значит можно уйти в другую комнату. Это можно перестать разговаривать на эту тему. Вы знаете, у детей очень хорошо в этом отношении учиться. Вот вы отругали своего ребенка за что-то. Он через какое-то время приходит и начинает с вами разговаривать на другую тему. Это кстати тоже как учить детей не брать пинки, не принимать их на свой счет. Вот пришел ребенок, поменял тему, дайте ему возможность поменять тему. Мамочка, что у нас на ужин? У нас на ужин торток, садись по кушей. Если вы с ним поругались из-за уроков, это не значит, что вы теперь вообще не должны с ним общаться ни на какую тему. если вы с мужем поругались из-за того, как вы будете проводить отпуск, это не значит, что вы не будете с ним разговаривать над любую другую тему. Вот это называется оставаться в контакте. Есть острая тема, в которой происходит конфронтирование друг к другу, и где точки соприкосновения неявные, и может быть их придется искать долго и тщательно, или может быть каждый останется при своем мнении, но дело в том, что вы можете остаться с этим человеком в контакте, если вам он не нужен и дорог. Если вы контакт разорвали, вам придется начинать как ту диету опять сначала. Не получится с того места, потому что каждый разрыв контакта, вот такого теплого, психологического, это потерянное время. Мои хорошие, мы сегодня с вами заканчиваем. Я очень рада вас была всех видеть, мне очень нравится то, что столько сердечек вы посылаете, я прям чувствую ваше тепло, и мне это радостно, потому что это первый мой самостоятельный эфир на этом канале. Я очень-очень рада вас всех видеть, и надеюсь, вам было со мной интересно. Канал суперский, приходите, слушайте, совершенно потрясающие спикеры, совершенно потрясающие эксперты, все разные, все умнички, все красотки, чудесные организаторы, поэтому вот этот наш семейный университет, вот это наше общение, оно обогащает всех нас, и я очень надеюсь с вами увидеться в другой раз. Следите за анонсами и приходите. А теперь мы закончили. Всего доброго. depth. Спасибо за субтитрыю